Старик и Тора. Равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима Ишайя Гисер. Недельная глава Торы прямо из Иудейской пустыни. Шалом! Здравствуйте! Меня зовут Ишайя Гисер. Я равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима. И это очередной выпуск программы Старики Тора на лучшем радио прямо из Иудейской пустыни. Каждую пятницу перед наступлением Шабата мы с вами будем говорить о недельной главе Торы, поэтому подписывайтесь на лучшую радио в Ютюбе и Фейсбуке, чтобы не пропустить ни одной главы. Но до того, как я начну наш сегодняшний урок, я хочу сделать посвящение. Я хочу посвятить этот урок 11 убитым в террористических актах за последнюю неделю. И пусть Всевышний отомстит за их кровь, за невинную кровь, и пусть память о ней будет благословена. Сегодня наш урок будет посвящен главе Тазария, названной так по первым словам ее текста «Если женщина зачнет, то есть на иврите Тазария, и родит сына». Глава, эта глава продолжает обсуждение законов ритуальной чистоты, и она как бы является логическим следствием развития повествования о Торе. Мы говорим о создании святилища, о повелении создания святилища, естественно, сначала, потом о реализации этого, потом о назначении Аарона и его потомства служителями этого святилища, как бы введение святилища в эксплуатацию и вступление их в должность, и естественным образом переходит к их работе, то есть законам жертвоприношений, и сейчас мы переходим уже к видам чистоты и нечистоты. И открывается наша глава рассказом, точнее, повелением о том, что должна делать женщину после родов, о процессе очищения, которое включает в себя окунание в микву, ритуально-очистительный водоем и принесение жертвы в храм. И в самом начале, буквально в третьем стихе нашей главы, сказано о обрезании младенца мужского пола, и так это сформулировано, а на восьмой день будет обрезана, там в оригинале Емоль, его крайняя плоть. И больше глава этой темы не касается, полностью сосредоточившись на законах нечистоты, но именно заповеди обрезания мы и посвятим наше занятие. Евреи называют обрезание не просто мила, а брит-мила. Слово брит – это союз, договор, завет. И брит-мила – это значит знак союза, знак завета. И вот этот знак нашего союза со Всевышним – вечный знак печати на нашей плоти, как это определяет еврейская литургия. И этот знак – символ нашей связи с ним благословенным. Раби Йосиф Бхоршор, один из первых в блестящей плеяде мудрецов из Сфарада, еврейской Испании, он писал, комментируя сказанное Аврааму слова Творца. «И я заключу союз между мной и тобой». Так написано в книге Брайшит. И, как вы помните, впервые тема обрезания у нас появилась задолго до Дарвания Торы в контексте отношений между Всевышним и нашим праотцом Авраамом. И объясняет Раби Йосиф Бхоршор, что Всевышний как бы говорит, «Я поставлю печать на твоем теле, знаком того, что ты мой раб, и таков мой союз. Святой Благословен Он отметил своей печатью наши тела, чтобы было видно, что мы являемся его рабами. И находится этот знак на плоти, чтобы человек не смог ни снять, ни сбросить его с себя». То есть, с точки зрения Раби Йосиф Бхоршора, вот этот знак подчиненности еврейского народа, возложенный на его миссии, вот этим самым дороговорным отношением, делают на плоти для того, чтобы от этого нельзя было избавиться. То есть, не мог ни снять, ни сбросить ее с себя, если процитировать еще раз его высказывание. У нас есть большое количество заповедей. И многие из них, большинство, уверенное большинство, выполняется с помощью материальных объектов. И есть объекты, которые являются носителями святости. Ну, например, мы одеваем на себя цицит, мы возлагаем тфелин, мы прикрепляем у входа в свой дом мизузу. Но наш союз с Богом мы отвечаем не на ком его предмете, а непосредственно на себе, на своем теле. Более того, на органе, связанном с продолжением рода. Итак, пишет Абарбанель. Великий Дон Ицхак Абарбанель. Процитируем. Цицит мы ношим на одежде, но одежду человек может снять. Мизузу мы прикрепляем на котяк дома, но человек может выйти из дома. А знак нашего союза с Богом остается с нами всегда, даже если мы лишены всего остального, как и сам союз, впрочем. Талмуд рассказывает, что однажды царь Давид, придя в баню и сняв одежду, оставшись в Нагим, опечалился, потому что в эти минуты с ним нет ничего, что связывало его с заповедями Торы. Но царь быстро утешился, осознав, что одна из заповедей присутствует при нем постоянно. Вот эту особенность бритмилы, неизменность, Талмуда подчеркивает. Отмечаю, что человек делает бритмилу, обрезание, один раз в жизни, но она сопровождает его до грубовой доски. Тфелин и цицит человек надевает каждое утро, но он же и снимает их. А обрезание делается раз и навсегда. Итак, заповедь обрезания была дана Богом уже нашему праотцу Аврааму. И там уже было сформулировано, что это будет знаком союза между мной и вами, говорит Всевышний. И будет завет мой на вашем теле вечным заветом. Всевышний говорит это, когда объявляет нашему праотцу, тогда еще Аврааму, что отныне он будет зваться Авраам. Не Авраам, простите, а Абра-гам. Отец множества народов. И что Всевышний заключает с ним и с его потомством вечный союз. Дает ему и тем, кто придет после него, из его семени, землю Канаан в вечное владение и обещает быть им Богом. Казалось бы, в нашей главе, в главе Тазрия, заповедь обрезания просто упоминается вкратце. Но это неудивительно, ведь не раз повторяются многие иные заповеди, например, заповедь соблюдения субботы. Однако это не единственное понимание соотношения этих двух фрагментов. Надо сказать, что вот эти идентичные между собой знаки, обрезание крайней плоти, на деле являются символами разных союзов. Заключенный некогда союз между Богом и Авраамом подразумевает принадлежность потомков Авраама и единому Богу. Их право на дарованную им Эрец Исраэль, которая в девичестве называлась Земля Хнаан. А союз, заключенный с этими самыми потомками на Синае, предполагал исполнение ими законов Торы, одними из которых и стал Завет Обрезали. То есть Тору получил уже существующий народ, уже имеющий знак Завета на своей плоти. Но даровав Тору и обязав нас сделать обрезание уже в силу ее повеления, Всевышний не ввел другого знака, а использовал действующий в этой разрушившейся семейной общности знак союза. Тут уместно задать вопрос, я бы сказал открыть скобку. Ведь наши мудрецы утверждают, что все праотцы, и в первую очередь Авраам, выполнял заповеди Тора до того, как они были даны еврейскому народу на горе Синай. То есть он выполнял их на неком духовном уровне. Он реализовывал эти заповеди за счет величия и мощи собственной личности и своих отношений с Творцом. Почему же тогда он не сделал себе обрезание? Ведь Всевышний дал ему такое повеление, когда ему было уже 99 лет, уж прочтите, возраст почтенный с любой точки зрения. Я вам больше скажу, в Перке Авод, в поучениях отцов в Мишне, в перечислении как бы узловых дат человеческой биографии, сказано, что в 100 лет человек как бы умер и ушел из этого мира. А здесь Авраам получил с повеления только в 99-летнем возрасте. И тогда он его и сделал. Но почему он не сделал ничего подобного по собственной инициативе, так же, как он это делал по собственной инициативе, исполняя другие заповеди Торы? Мы можем дать достаточно очевидный ответ. Нет, обрезание – это не только заповедь, не только повеление. Это в первую очередь символ, символ союза. И если заповедь, а точнее деяние, данное евреям, как заповедь на горе Синай, при определенных условиях еще можно было выполнять до того, как они были даны, то знаком союза это становится только тогда, когда возникает сам союз, и Всевышний лично нарекает это таковым. А до этого члена вредительства, извините за каламбурчик, делать не имел никакого смысла. И поэтому Всевышний сделал обрезание только тогда, когда Бог ему повелел, как знак завета, знак союза, который был таким образом закреплен на плоти. Ну, здесь надо сказать, что Любавический Рэба объясняет, что вообще, в принципе, если бы он начал себе что-то отрезать и отпиливать, то он бы нарушил заповедь, одну из заповедей из потомков Новоха, запрет на пролитие крови. И поэтому, не получив прямого повеления Всевышнего, наш праотец этого как бы сделать не мог, потому что это было бы нарушение, а не выполнение воли Творца. Ну, впрочем, здесь, как и во многих иных местах, различные объяснения лишь дополняют друг друга. И все же уместно задать вопрос, почему же в главе Тазрия этот заповедь повторяется еще раз? Вот Север-Ахинух, например, бессмертное творение Аарона из Барселоны, Левита, как он себя называет сам, он такой аноним, Левит из Барселоны, он дает самый простой ответ на это. Процитирую. И эта заповедь повторяется в разделе «Если женщина зачнет», то есть в главе Тазрия. И подобным образом многие заповеди встречаются в Торе неоднократно, и тем самым каждый раз преследуется новая цель, как истолковали мудрецы, и добудут благословенным памятелем. Что он имеет в виду под новой целью? Север-Ахинух, автор Север-Ахинух. Несомненно, мы знаем это так. Некоторые повеления в Торе повторяются неоднократно. И Великий Раша в своем комментарии объяснял подобного рода дубляж тем, что подобного рода повторение всегда имеет цель сообщить нам о различных дополнительных деталях исполнения заповеди, о которых не говорилось в первом эпизоде. Так и здесь. Тора нам сообщает об обрезании, выпавшем на субботний день. И посмотрите, как изящно связывают эти вопросы автор комментария Орахаем, и он отвечает на этот же вопрос, почему повторено здесь повеление об обрезании. Отсюда мы учим, что ради исполнения заповеди об обрезании следует нарушить субботу. Как сказано, а в восьмой день пусть обрежет его крайнюю плоть. Ибо обрезание, та заповедь, которая была дана Аврааму, в отличие от субботы, о которой ему ничего не было сказано. Поэтому, поступая так, то есть ставя субботу выше заповеди совершать обрезание, он вел бы себя неподобающую по себе Господь. Таким образом, со стороны Всевышнего было бы бесцельным давать заповедь о совершении обрезания в субботу. Если бы действительно так было заповедано, то есть, другими словами, если бы в разделе Лех-Леха, где говорится об обрезании Авраама, было сказано, что ради исполнения заповеди об обрезании следует нарушить субботу, иными словами, если восьмой день выпадает на субботу, обрезание делают, несмотря на запрет пролития крови в субботу, то комментаторы, заканчивает Рабхаем Ибн Атар, сточили бы перья, поясняя, зачем это было надо. Ну, это вполне раввинский ответ, и он говорит, действительно, объясняет то, что сказано в Сефрахинух, что любое повторение вносит что-то новое, Тора просто так не воспроизводит собственные слова, если это не дает нам дополнительную информацию. Но этот раввинистический ответ объясняет необходимость текстового повтора только с точки зрения законодательной, как бы. А великий законодатель, автор Шелхана Руха, Раби Ицхакаро, последовал в своем комментарии к пяти книжах, а он успел написать и такой, и называется он Талдот Ицхак. Он идет в своем комментарии по совершенно иному пути. Он также пытается найти ответ на вопрос о необходимости повтора заповедей в Обрезане, но, обостряя проблему, также спрашивает и о контексте. То есть, он спрашивает не только, зачем еще раз это написано, но почему это помещено в разделе, который весь посвящен теме ритуальной нечистоты. И поскольку его формулировка, она удивительно изящна, имеет смысл процитировать ее полностью. Да, вопрос этот. Если Тора, пишет Раби Ицхакаро, повторно дает повеление об Обрезане, уже после того, как эта заповедь была дана Аврааму, то место ему не здесь. Ведь заповедь об Обрезане святой и чиста. Почему же ее поставили в контексте с разговором о нечистоте, как священника на кладбище? Священника в данном случае, естественно, перевел этим словом слово коэн, как коэна на кладбище. Вы все наверняка помните, что потомкам Аарона, служителям храма, священникам, было запрещено, и по сей день этот запрет, несмотря на отсутствие храма, свято соблюдается, священники не появляются на кладбищах и не имеют отношения к мертвым, то есть не взаимодействуют с мертвыми. И он говорит, посреди разговора о различных видах нечистоты вдруг заговорить о святом обрезании, это все равно, что коэна поставить посередине кладбища. Вот такой изящный вопрос, и Рабьё Севкара даёт неожиданный, но не менее изящный ответ. Он пишет так. Человек сотворён с единственной целью – служить Господу. И поэтому, вслед за тем, как святой благословенно сотворил первого человека, было сказано и поместил его в саду Эдена, «И заповедил Господь Бог человеку». А здесь, в разделе «Ты зря» тоже сказано, если женщина зачнёт и родит сына, а дальше сразу сказано, а на восьмой день путь обрежет его крайнюю плоть. Это учит тому, что как человек был сотворён для служения, так и рождается на свет любой из людей для служения. Только для исполнения заповедей Господа. А первая из заповедей, с которой сталкивается человек по рождению, это обрезание. «Ведь тот, кто не обрезан, – говорит Рубьёсев Кару, – не еврей, но, будучи обрезанным, он принимает на себя иго Царствия Небесного. Его предназначение человека заключается в служении Господу, как было сказано, да будет он благословен, принятии и исполнению всех заповедей. И поэтому заповедь об обрезании появляется в эпизоде, посвящённое рождению. Подобно тому, как рассказ о сотворении Адама сопровождается первой данной ему заповедью, так и этот эпизод, этот фрагмент в смысле Торы, о котором говорится о приходе в мир нового человека, немедленно сопровождается по велению об обрезании, первой заповеди, которую евреи исполняют в своей жизни. Отсюда следует человек, послан в этот мир, с единственной целью – служить Господу. То есть, говорит Робьёсев Кару, когда тебе рассказывают о законах чистоты и нечистоты, которые связаны с рождением, тебе тут же говорят о том, зачем человек родился, для чего он пришёл в этот мир. И говорят через заповеди об обрезании. Когда Адама создали, он тут же немедленно получил задачи, которые должен был реализовывать. Вспомните первую главу Торы. И здесь, когда говорится о рождении человека, говорится, он рождён, и его встречает заповедь, заповедь обрезания, для того, чтобы создать именно вот этот вот смысл человеческой жизни, человеческого существования. Вот эта вот фраза, которая написана в Робьёсе в Кару, в Толдос Ицхах, в этом его комментарии, о том, что не обрезанно не является евреем, не надо понимать, хотя он великий законодатель, не надо понимать о том, что отсутствие обрезания делает человека непричастным к собственному народу. Он так не считал. Ведь само обрезание он должен делать только потому, что он еврей. То есть проблемой и виной, заметим в скобках, для необрезанного еврея является не то, что он поэтому недостаточно еврей, а то, что он таким образом демонстрирует свою личную позицию по отношению к союзу с Богом, который на самом деле и образует понятие еврейского народа, еврея. Иными словами, отсутствием обрезания еврей как бы декларирует то, что у него нет удела в Боге Израиля. Он не рассматривает себя как часть общности, имеющей с Богом договорные отношения. Но для того и заключается договор, чтобы понять, что невозможно одностороннее расторжение. Односторонне нарушаемый договор это нарушение договора, а не его аннулирование. На то и договор. А нарушение вылечет за собой санкции. Я уже не говорю о том, что еврейство столь же неизбывно, как и человечность. Любой из нас может решить для себя, что его принадлежность к роду людскому его более не обязывает. И есть такие, которые так решают. И такие были во все времена. Но их личное отношение не меняет факта принадлежности, лишь создавая проблемы как для них самих, так и для всех их окружающих. Любовичский Рэбе, мой Рэбе, так объяснял связь обрезания еврейства. Он писал, наша связь с Богом сильнее понимания и логики. Именно поэтому символом этой связи является обрезание, которое совершается до того, как ребенок начинает что-либо осознавать. мы закладываем основу, на которой он уже сумеет дальше расти самостоятельно и постигать науку понимания мира. Поэтому нам заповедано делать обрезание тогда, когда сам ребенок не может иметь свое мнение по этому поводу. Поскольку обрезание в восьмидневном возрасте указывает именно на еврейство, как на данность, как на некую объективную реальность, которая не может изменить ни наше мнение о ней, ни отношение к этому. Ребенок, у которого еще нет воли и сознания, связан с ним благословенным вечной связью по праву рождения. И эта связь выше разума. Поэтому мы и не нуждаемся в согласии ребенка и его личном одобрении для того, чтобы эту объективно наличествующую связь выразить и проявить наглядно. А великий Рамбам, Равейнам Мойши бен Майман, в своей удивительной книге Мурене Бухим, учитель колеблющихся, учитель заблудших, путеводитель растерянных, по-разному переводит эту книгу, название этой книги. И так вот, он находит заповедь для вобрезания совершенно удивительный национально-общественный аспект. Актуальный смысл для национального коллектива в целом. Честно говоря, мне это странно и непривычно, ведь обычно комментаторами подчеркивается именно личный, индивидуальный эффект выполнения этой заповеди. Но вот что пишет Рамбам. Имеется еще один важный фактор, в силу которого дана заповедь об обрезании. Всех последователей нашей веры должен отличать единый символ. Я хочу сказать, что все верующие в единство Всевышнего должны иметь одинаковый наружный знак. И чтобы тот, кто не является евреем, не мог утверждать, что он якобы один из нас, хотя на самом деле он таковым не является. Ведь они так иногда и поступают с целью обретения выгоды или когда замышляют зло против тех, кто исповедует нашу веру. Но содеять обрезание себе или своим сыновьям можно лишь в силу истинной веры. Ведь это не царапина на бедре, не надрез на предплечье. Обрезание это очень тяжелая операция. То есть, что говорит Рамбам? Рамбам говорит, мы помечены Богом. Мы ставим эту печать на своей плоти для того, чтобы образовать общность и для того, чтобы у нас не было самозванцев, которые приходят в случае, если им это удобно и выгодно, и начинают претендовать на свою причастность к нашему народу. Говорит Рамбам, мы хорошо можем проверить, если он идет делать обрезание, то, скорее всего, он действительно наш. Ведь обрезание штука болезненная. Это тяжелое решение. Просто так ради копеечной или не копеечной выгоды. или просто чтобы сделать нам какую-то гадость, сделать зло. Человек не пойдет на такое самопожертвование. Знаете, что, когда я читал эти строки Рамбама, я подумал, что хорошо, что Рамбам не видит сегодняшний, наш сегодняшний день. с тех пор, как обрезание с помощью коагуляторов, анестетиков различных, когда оно становится практически безболезненным и слегка дискомфортным, уже никто не... Ведь в старину, когда делали обрезание взрослому человеку, это очевидно, они ничем не шили, у них не было ни кетгутов, они не шили раны, просто они должны были заживать сами. То есть, там была полоса живого мяса, которая должна была со временем как-то покрыться корочкой и так далее, и так далее. Это был всегда риск, и это было и так далее, и так далее. То есть, сегодняшние условия, в которых обрезание делают для взрослых людей, оно, ну, скажем, даже не просто комфортно, оно просто несопоставимо с той самоотверженностью, которая была нужна ранее. Я не думаю, что сегодня Рамбам написал бы в самой Рене Вухе те же самые строки, которые он написал тогда. И не потому, что то, что он написал неверно, а потому, что в наше время обрезание это не тяжелая и опасная операция, и поэтому достаточно мужественные люди могут вполне пойти на эту операцию, просто ради собственной выгоды, никак не считая себя солидарными с еврейским народом и его миссией, его существования. И сегодня этот аргумент Рамбама, я думаю, не проходит. Хотя идея единого символа, которая приличествует и которая объединяющий фактор, он остается актуальным. И продолжение того, что пишет Рамбам, оно тоже вполне актуально. Пишет Рамбам. Известно также, это продолжение того же самого фрагмента в Морене Вухим, известно также, что сплоченные единым символом люди испытывают большую привязанность друг к другу и солидарность. Обрезание является таким символом, который заключил, символом завета, который заключил наш праотец Авраам, с целью продемонстрировать наглядно свою веру в единство Всевышнего. И всякий, кто будет подвергнут обряду Обрезания, вступает в этот союз Авраама, чтобы подтвердить единство. Как сказано, быть Господом тебе и твоему потомству после тебя. То есть Рамбам в Мурене в Ухим, а это не книга закона, это апологетическая книга, это рассуждение, философский трактат, как хотите называйте, полемический труд. Рамбам говорит здесь в первую очередь о том, что единство, что оно образуется в том числе за счет символики и демонстрации причастности. И с этой точки зрения наличие обрезания, оно заставляет человека воспринимать самого себя, как отличающимся от остальных, и те, кто подобно ему входит в ту категорию, к которой он относится, вызывают у него дополнительную симпатию и солидарность. Вот такой вот национальный и социальный аспект заповеди обрезания совершенно неожиданно подчеркивает Рамбам. Ему на самом деле следует Ицхак Рама. Рэба Ицхак Рама, автор комментария Акидат Ицхак, который я неоднократно вам в комментарии уже упоминал, он среди различных иных смыслов этой заповеди, которые приводят, упоминает этот. И тут понятно, что он не плагиатор, конечно, но он подражатель и продолжатель того, что говорит Рамбам. Он его единомышленник, и он сам это отмечает. Вот что пишет Раби Ицхак Рама. И вот поскольку святой да будет он благословен, хотел подчеркнуть достоинство евреев и как следствие даровал им Тору и значительное количество заповедей, исполняя которые, они будут нуждаться во взаимопомощи в большей степени, чем в чем-либо другом. И в мудрости своей Всевышний решил пометить их одинаковой меткой. Что говорит Раби Ицхак Рама? Мы нуждаемся в друг друге. Иудаизм, который, с одной стороны, весь стоит на личных отношениях с Богом, то есть предельно в этом смысле индивидуален, индивидуалистичен, он, тем не менее, для исполнения заповедей обязывает нас к кооперации. Гигантское количество заповедей выполнить самостоятельно в изоляции становится или предельно тяжело, или попросту невозможно. Иудаизм сгоняет нас в общины. Мы нуждаемся в взаимопомощи и во взаимодействии для того, чтобы выполнять свой религиозный долг. Понятие кашрута, миквы, совместные молитвы, требования взаимоотношения внутри еврейского миророда и даже вне него требуют кооперации. И говорит Рабис Хакарама, а кооперация требует знака принадлежности, какого-то символа. И Всевышний нас пометил одинаковой меткой, говорит комментарий Кедра Тацхак. И это будет служить мощным фактором, способствующим росту любви и мира среди них, чтобы они служили Всевышнему единым сердцем и были носителями его печати, жили в мире, относились лояльно и не изменяли друг другу. Как сказал пророк «Ведь один отец у всех нас, почему же мы изменяем каждую брату своему?» Это цитата из пророка Малахи, 2 глава, 10 стих, но я еще раз хочу подчеркнуть, обратить, стоить ваше внимание на том, какими же оптимистами являлись наши святые учителя во всех поколениях. Насколько если бы это было написано сегодня, то я вынужден был бы сказать, что эти люди просто не понимают реальности, что они живут в иллюзорном мире, в котором какие-то совершенно фантастические иллюзорные евреи. И поэтому они так пишут, посмотрите какой перечень, носители его печати, чтобы жили в мире, относились лояльно друг к другу, не изменяли друг к другу, единым сердцем служили Господу. То есть подразумевается как если какой-то волшебный стих, сделал обрезание и просто стал светлым альтруистичным человеком, который любит ближнего своему помогает. Но я не подозреваю Робицка Каараму, как не подозреваю Рамбама, которые жили в страшных условиях гонений, вечных гонений и прекрасно были осведомлены обо всем, что происходит в мире с ними вокруг них. И тем не менее они писали эти вещи. И я думаю, что это не потому, что они были особенно как-то нереалистичны и идеалистичны, а потому, что евреи, с которыми они сталкивались, были такими, как они описывают. Я уверен, что не было такого периода в истории, когда все люди были бы хороши. Уже в первом поколении после Адама и Хавы один братик камешком убивает другого братика. Каин Гевеля. У меня нет иллюзий, я понимаю, что это так. Но тем вниманием есть такое понятие анмаз, в массе своей. Норма. Так вот, судя по всему, что пишут наши святые предки, учителя, законоучителя, мудрецы прошлых эпох, евреи, среди которых всегда были очень много разных людей, в том числе такие, которые не делают чести своими единодерцами, единоплеменникам, тем не менее, в массе своей они подтверждали своими жизнями, своим отношением друг к другу, своей взаимопомощью, они подтверждали то, что писали наши великие учителя. тогда надо сказать, что мы такие продвинутые, мы что-то важное потеряли по дороге, какая-то утрата веры, которая и являлась единственным объединяющим фактором. И при этом я не говорю о том, что утрата веры разделила нас на так называемых религиозных и так называемых нерелигиозных. Нет нерелигиозных евреев, так постулирует Каббала, что каждый еврей обладатель Божественной Души, и поэтому, как Талмуд говорит, мааминем мна и мааминем, верующие дети верующих. Те люди, которые заявляют о себе, что они не верят в Бога, они на самом деле, как вы понимаете, не верят в то, что они Богом называют. И, скорее всего, они абсолютно правы в то, что они называют Богом, верить не надо и не имеет никакого смысла. Это понятно. Но, вероятно, вот это вот внутреннее ощущение миссии, единства судьбы и единства миссии и понимания взаимозависимости всех нас друг от друга, оно призывало, вопияло к взаимовыручке, взаимоподдержке, к доброжелательности друг к другу. Я не думаю, что когда-то был золотой век, повторюсь, в котором безгрешные светные люди, они представляли собой идеал людей. Но они действительно от нас отличались, наши святые предки. И боюсь, уж простите, боюсь, что в лучшую сторону. Раби Гудагливи, тоже представитель испанского еврейства, Сфарадим, в своем тракте Кузари он привел иную причину этого повеления. С его точки зрения заповедь обрезания направлена на очеловечивание, на дисциплинарное воздействие обуздания животного начала в человеке. Итак, он пишет, мы говорим тому человеку, который собирается принять иудаизм в отношении обрезания, его обусловленности и причин, которые человек должен помнить. Это божественный символ, который запечатлен Господом на вместилище ненасытных страстей, чтобы, обуздав их, пользоваться ими только надлежащим образом, в надлежащем месте, в надлежащее время. Что он говорит? Он говорит, обрезание это знак завета, который ставится на том органе, о котором Талмуд свидетельствует, что это тот орган, который насытить невозможно. И сколько бы ты его не насыщал, ты только увеличиваешь его голод. Это формулировка Талмуда. То есть, когда в Писании сказано слово страсть, то если не оговорено ничего другого, имеют это половые инстинкты, половые страсти, а не страсть достижательство к власти и так далее. И вот это говорит Кузари, точнее говорит рабе Иуда Оливии в своем Кузари, он говорит, человеку делают обрезание для того, чтобы сказать ему, что он должен быть хозяином над собой, он должен обуздывать свои страсти. Именно поэтому символизм этой печати на том органе, который ассоциирован с самой яркой и самой первичной из страстей, которая раздирает человеческую душу. И обратите внимание, рабе Иуда Оливии, говоря все это, он не говорит, что в этом заключается единственный смысл заповеди. Сказано им это лишь одна из причин, то есть он же там говорит о том, что надо говорить про зелиту, которая собирается просовериться к еврейскому народу. Но в других местах Кузари, и это важно отметить, подобно Рамбаму, говорит об этой заповеди, как об инструменте по созданию некой общности. Раби Иуда Оливия акцентирует наше внимание на том, что заповедь обрезания является символом союза, который образует еврейский народ как таковой. И так он пишет, когда отец вводит своего сына в завет нашего праотца Авраама, он является не только исполнителем заповеди, данной ему Всевышним, но создателем связи с десятками тысяч собратьев, отмеченных символом Святого Завета со всеми поколениями, жившими на протяжении последних трех тысячелетий. И даже те из нас, заканчивает раби Иуда Алейви, которые причисляют себя к свободомыслящим, в кавычках, как бы им не хотелось разорвать связь с еврейством, признают значимость подобных заповедей. Это, кстати, действительно удивительно. По всем данным, которые есть у статистических, вот все, что мне попадало на глаза, я никогда не занимался специальными исследованиями, но их же проводят и периодически публикуют. 97% еврейского населения Израиля делает обрезание своим детям. Я напомню, что к харидим, то есть к сугубо ортодоксальным кругам еврейского населения относятся не более 17-18% еврейского населения, к тем, кто относит себя к религиозным, относятся еще процентов 15-20, то есть те, которые называют себя религиозными людьми, их количество не превышает 35-3, а две трети определяют себя или как массортиим, то есть традиционные, или как хелоним, то есть ну давайте переведем это как нерелигиозные. И тем не менее 97% евреев делают обрезание. И я думаю, что главным внутренним аргументом является тот, который приводит нам здесь раби Евгода Галиви, который говорит четко и недвусмысленно, мы не инкубаторские. Каждый из нас он продолжатель The Golden Decade. Он звено в золотой цепи. Золотой цепи, которая началась на горе Синай или еще раньше с Авраама. И вот уже более трех с половиной тысяч лет еврейские мужчины обрезаны. И наше обрезание оно может быть замотивировано по-разному, но вот эта мотивация Баунс у нас так делает. Мы евреи, значит мы обрезаны. С вами был Иша Агисер и недельная глава Торы на лучшем радио. Прямо из Евдейской пустыни. Редактор субтитров